МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камерному оркестру заслуженного коллектива Республики Беларусь Гродненская капелла исполняется 25 лет. 30 октября на сцене областного драматического театра состоится торжественный концерт под названием «Одна лишь к музыке любовь». За много лет работы Гродненская капелла завоевала авторитет и признание не только на Гроднещине, но и далеко за ее пределами. Сегодня это бесспорно значительное явление в культурной жизни всей Беларуси. Меня зовут Алла Внучко. Здравствуйте. Студитель канала «Гродно плюс», художественный руководитель и дирижер Гродненской капеллы Владимир Бормотов. Гродненская капелла «Гродно плюс» 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 Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я рада вас сегодня видеть в нашей студии. Ну, совсем немного осталось времени до юбилейной даты. Волнуетесь? Творческие волнения, мне кажется, это наши условия жизни. Без этого, мне кажется, и творчество немножко закисает. Поэтому это такое приятное ощущение. Ну, а теперь, когда еще впереди концерт, который состоится 30 октября на сцене нашей областной драматического театра, чем будете удивлять, покорять сердца наших зрителей? Расскажите про программу. Да, программа у нас, как мне кажется, и интересная, и большая. Два отделения. И первое отделение будет предпочтительно звучать музыка Западной Европы. Это Моцарт, Верди, будет звучать музыка Хименеса, будет звучать музыка Пучини. А второе отделение будет посвящено музыке русских композиторов. И большая часть программы будет посвящена творчеству Чайковского. Поскольку в этом году юбилей, 175 лет с дня рождения композитора, и мы, как все мировое сообщество, не могли не обойти стороной такое торжество. А солисты будут? Солисты будут. У нас будут приглашенные солисты, заслуженный артист Республики Беларусь, ведущий баритон Национального академического оперного театра Станислав Трифонов. Станислав Трифонов — это гродненец, который, обучаясь вначале в Минске, затем в Одессе, работая в театре в Одессе, приобрел такую высокую профессиональную школу и как артист, и как вокалист. И его пригласили в настоящее время в Минске, и он уже в этом году ему было присвоено звание заслуженной артиста Республики Беларусь. Наверняка сегодня гродненская капелла от утра до вечера репетирует, готовится к такому торжеству. Репетируем, конечно, потому что и сложная программа, и ответственность высокая. Мне кажется, что все настроены очень взволнованно и все настроены на самое лучшее. Но все в предвкушении. Конечно. Кстати, что говорить о ответственности? Вы же не только дирижер, вы и руководитель. Как вообще совмещать такие две важные стези, которые не мешают творчеству административным процессам? И что вообще сложнее, добиться гениального исполнения или решить какой-то очередной вопрос, добиться чего-то, повышения зарплаты? Что вам ближе по сердцу? Ближе, конечно, заниматься своим делом, дирижированием. И, скорее всего, мешает административной должности. То есть много времени забирают в вопрос организационного характера? Многое связано с бытовыми проблемами, много с организационными, много с такими моментами, которые жизнь неожиданно нам преподносит. Поэтому, конечно же, сочетать это трудно. Но главное, главное увидеть, что главное в этом сочетании. Для меня главное вот это вот то, что мы занимаемся музыкой. Все остальное мы подчиняем вот этому. И тогда как-то находится вот эта грань, где можно отпустить, а где нужно приложиться. А сам коллектив, музыканты помогают вам в этом? Бывает такое, что проверяют вас на ваш авторитет, дирижера, ну, так с подтяжка начинают так тихонечко фальшивить, делают вид, как будто играет все верно, а сами смотрят на вашу реакцию? Ну, бывает, конечно, но это больше такие, знаете, моменты, когда шутки какие-то вот... Шутки встречаются, часто шутят ваши музыканты. Конечно, но это же жизнь, мне кажется, что, знаете, как быть все время сухим и академичным, это не для музыкантов, поэтому это процесс такой живой. И, конечно же, и шутки есть, и есть моменты разочарования, и, наоборот, радости. То есть это все оттенки чувств могут присутствовать в отношениях между людьми, музыкантами. Ну, вы в одном из интервью говорили о том, что любите собирать грибы, любите ходить по берегу Немана, любите путешествия. Кстати, а что касается гастролей Гродненской капеллы, как часто вам удается выехать за пределы нашей страны? Где побывали в последнее время? Может, куда-то собираетесь? Ну, в этом году мы уже пять раз были за пределами. Пять раз в течение года побывали где? Это была Польша и Франция. Публика отличается французской от гродненской? Чем, если отличается? Я не думаю, что она отличается. Любая публика реагирует на мастерство, на художественное впечатление. Если это ей нравится, то, значит, соответствующая реакция. А музыкальные вкусы отличаются наши от французских? Что гродненцы чаще просят вас сыграть? Я не могу сказать, чтобы особенно отличались вкусы. Гродненцам мы предлагаем постоянно новые, чтобы, так сказать, они были в курсе многих событий музыкальных, мировых. То есть развивается наше эстетическое мировосприятие? Да, может быть. Но и потом, знаете, когда в Гродно, вот в этот город, все равно там ограниченное количество людей, которые приходят, и их баловать одним и тем же тоже не имеет места быть. Поэтому лучше, когда мы преподносим разные программы, этот интерес повышается к нам и нашему мастерству. Но что касается вот непосредственно ваших поездок за рубеж, расскажите немножко, что из пяти поездок запомнилось вам больше всего и чем? Ну, было последнего поездка в июле месяце, была во Францию. Там было, ну, то, что мы играли в штаб-квартире ЮНЕСКО, это, знаете, ну, концертка, на котором мы представляли творчество Агинского, ну, концерты, там мероприятие такое красивое, и было больше, может, удивление, когда мы исполняли белорусский гимн вот на площади возле этой левой башни. Вот та реакция людей, которые там довольно многонациональное содружество, которое проживает и которое обитает в это время, вот в дневное время в Париже. Поэтому вот эта акция настолько была для людей новая и удивительная. Гимн белорусский звучал в исполнении апеллы, там ансамбль Терница был, по-моему. Была диаспора белорусская и посольство. Вот. И много людей, которые впервые услышали, что такое Беларусь есть. То есть это было вот необычно. Так а какая реакция у людей была? Что они делали, когда звучало? Там восторг, было очень впечатление многих и посольские, которые потом нам говорили уже, когда мы приехали, что до сих пор еще есть резонанс, чтобы были здесь, что вот такая акция была у нас проведена. Ну это, конечно, здорово. Владимир Николаевич, с пяти лет у вас дома была пианино, такая детская. Да, да. Всю жизнь, с малых лет вы связаны с музыкой. А вообще была ли дилемма когда-то? Вот стояли были вы перед выбором, куда пойти? Ну я, дело в том, что, как бывает, детей обычно приводят в музыкальную школу, то я сам пришел. Родители не... Вы привели родителей в музыкальную школу. Это как будто даже и не особо... Ну хочешь, иди, записывайся, иди. Не настаивали, но и не перечи. Да, иди, экзамены сдавай, сам сдал, сам. То есть это был ваш выбор? Вы сами это себе нашли в детстве и не разочаровались? Нет, пока нет. Пока нет? Да. У меня еще было, знаете, как в школе, так вот к точным наукам было больше предрасположенность, химии особенно, физика и математика. Вот химия мне давалась просто... Но если бы вы не стали бы дирижером и руководителем Гродненской капеллы, стали бы химикой. Но 24 года вы уже в Гродненской капелле. Изначально были мысли, идеи, которые, я знаю, живы и до сих пор, чтобы в Гродно когда-то состоялся фестиваль камерной музыки. Как успехи? Ну, успехи, я не могу сказать, что мы каких-то особых продвижений достигли. Но радует, что вот стал Тезенхаус-фестиваль классической музыки. То есть вот на этом... Маленькими шажочками мы продвигаемся. На этом пути что-то есть, да. Поэтому что для создания вот такого фестиваля камерной музыки это вообще уже музыка элитная. Ну да, это серьезно. Это нужны специальные площадки, специальное оборудование. Может быть, не хватает вот именно этих специальных площадок, чтобы было такое эстетическое наслаждение от прослушивания и от увиденного даже, находясь в определенных... Как вот было у нас исполнение 9-й симфонии Бетховена в фарном костеле. Ведь многое сошлось. И вот то место, где мы проводили, и та музыка, и зрительный ряд, и слуховой. То есть это вот тогда было наполнено и чувствами, и эмоциями, и впечатлениями. И для музыкантов, и для слушателей. Ну а есть надежда на то, что все-таки в Гродно когда-то состоится это событие, и будут звучать мировые музыканты, мировые голоса на сценах Гродненской площадок? Мы надеемся, потому что... Надежда умирает последней, и будем надеяться, что... Дело в том, что я надеюсь, что наш авторитет будет все время повышаться. И вот благодаря высокому нашему авторитету мы добьемся такого результата, что будет у нас фестиваль классической музыки. Может быть, который... Мне казалось, что, может, была бы интересная идея такого приграничья, который бы объединил Литву, Польшу и Гродно. То есть это бы, мне кажется, мог бы быть Белосток, там прекрасная филармония, и Друскененка, и Вильнюс, и Каунас. То есть это могло бы быть очень таким событием региональным, что ли. Но это мы немножко с вами так поговорили о планах на будущее. Вообще-то вы не особо любите говорить о планах. Вы говорите о том, что скажи свои планы, рассмешишь этим Бога. А вообще о чем любите говорить? Вы знаете, всегда можно найти, чтобы не быть сухарем, только о музыке, о впечатлении. Ну и какие-то моменты, связанные с природой особенно. Впечатления, даже на рыбалку когда сходите, то уже много впечатлений. Или в лес пойти, просто прогуляться. Вот об этом можно как-то постоянно, потому что здесь нету того, что взгляд замыливается. То есть все время изменяющаяся обстановка. И настроения разные, и впечатления разные. Мне кажется, это... А житейские проблемы обсуждать, мне кажется, что это... Ну, из пустого в порожнее. Ну, а житейские проблемы вообще как? Вот вы обсуждаете, у вас же получается жена тоже музыкант, дочь, сын, все в музыке. Вы как-то собираетесь так вот за семейным столом и начинаете обсуждать. Вот, далее в Гродницкую капеллу я хочу включить вот такое произведение. И слушайте, что они вам скажут. Есть такое? И если да, то к чьему мнению вы все-таки больше прислушиваетесь и почему? Ну, дело в том, что теперь уже дети уехали, и они приезжают только вот как раз к Новому году. Редко. Реже гораздо теперь мы увидимся и собираем. Но, тем не менее, да, какие-то, конечно, мы обсуждаем планы. Но я так хочу сказать, что я их больше ставлю перед фактом. Все понятно. Что вот это будет, и вот такой-то проект я придумал, или вот я бы хотел это. Они уже могут сказать, что нравится это им или не нравится. Ну, а что чаще говорят? Нравится или все-таки? Ну, чаще для них все же это больше неожиданность, то, что я придумываю. Поэтому им большей части нравится. А от чего зависит то, что вот вы придумываете? Я понимаю, что вы стараетесь развить как-то эстетическое воспитание наших гроднинцев, привить ей какой-то любовь и понимание музыки. Но всегда ли совпадает вот желание гроднинцев и желание вас как профессионала? Ну, вы знаете, тут гибко подходить. Кровенно говоря, что, ну, как бы дорога, два направления дороги есть, да, поэтому, конечно, большей частью это процесс, ну, интимный, что называется. И нельзя сказать, в какой момент какая идея приходит. Вот может быть какой-то повод, какой-то случай, увиденного, из увиденного, и у тебя какая-то идея появляется. Или в лесу, на тропинке. Да, в любом месте, может быть, понимаете, то есть это непредсказуемо. И потом сказать, что... Ну, мы, конечно, я придумываю вот какие-то программы, я как бы предполагаю реакцию улики на той или иной. Часто угадываете? Ну, мне кажется, что часто. По большому счету за 24 года уже точно знаете. Потому что, если думать только о публике, то будешь играть то, что там 10-15 произведений, которые... Один Чайковский. Да. Вот. А если думать о том, что вот как в целом программа и как какое-то вот произведение высветлится... Ну, как режиссер. Сначала вступление, развитие, кульминация. Вот. И поэтому тогда, конечно же, уже тут одна и та же музыка может по-разному звучать в сочетании с рядом стоящим произведением. Ну, классика, конечно, это основа ваших, основные произведения, которые вы исполняете. А вот произведения белорусских композиторов современных играете? И как гродненские любители музыки воспринимают? Может быть, не так часто, но мы исполняем музыку белорусских композиторов. И современных, может быть, ныне живущих. И мы исполняем музыку старых белорусских. Может быть, они тогда и не были белорусскими композиторами, но тем не менее они жили на нашей территории. Вот. И реакция, надо сказать, что по-разному. Старых белорусов, конечно, более широкая аудитория воспринимает и легче для нее. Для произведений современных композиторов мы практикуем, чтобы музыковед, тот, кто ведет, рассказывала, о чем эта музыка. И, может быть, какие чувства мы испытываем. Какие чувства, может быть, если это программная музыка, автор предполагал, чтобы... И тогда люди больше вниманием слушают. То есть они знают о чем. И впечатление уже, вот, насколько их поразило, или насколько соответствует то заявленное содержание тому, что прозвучало, тогда больше интерес. Если просто абстрактно им дать авангардную какую-то современную музыку, то большая часть людей будет равнодушна. А вы дирижировать любите больше какую-то такую размеренную, такую мелодию нежную, спокойную, или чтобы она так была ритмична? Нет, больше я люблю драматическую музыку. Встаете, это же, наверное, такой физический труд в том числе. Ну, наверное. Сложно вот помнить всю партитуру, где кому вступить. Бывает, забыли. Вот забыли, не сказали, не показали. Ну, дело в том, что ведь трудно сказать, что трудно это, нет, пока этим, пока это не трудно. Знаете, то есть физически я не замечаю этого процесса. Даже на репетициях иногда, знаете, как музыканты, вот тут такое холодное помещение, мы замерзли, как вы мерзнете, мне жарко, я не могу, почему вы мерзнете. Ну, вот, то есть от того, что у них-то, ну, другие мышцы, что называется, задействованы, они немножко, вот, пальцы замерзать могут, то есть когда температура низкая. Вот. То есть мне пока я не могу сказать, что это работа такая, которая вот в тягости. Ну, вы не хотите сильно говорить про планы, но все равно, может, ну, вот хотя бы немного о своих целях, что-то же вот поставили вот на ближайшую перспективу? Ну, у нас в ближайшей перспективе навигается юбилей Моцарта. Угу. 260 лет, это будет январь месяц. И я думаю, что мы наконец-то созрели для того, чтобы исполнить рейквем Моцарта. Потому что, как мне кажется, это одно из самых, ну, узнаваемых сочинений. И одно из самых таких сложных. Сложных на слуху? А ведь партитуру надо переделать под Гродненскую капеллу? Часто приходит? Там дело в том, что вот как раз мы доросли, чтобы ее и не переделывать уже. Здорово. То есть весь состав. Да, да, тот состав, чтобы мы могли вот сыграть. И вы уже вот начали работу непосредственно над... Пока еще нет. Я думаю, что это у меня только еще работа. То есть вы сегодня приоткрыли нам завесу тайны. Да, вот. У меня происходит такое выстраивание процесса, чтобы мы это осилили. И действительно вот это как одно из, знаете, как вершин творческих. Вот и для коллектива, и для себя лично. Потому что это, ну, такая драма человеческая, которую надо пережить, и которую надо найти смысл во всем. Не просто иллюстративно, а вот еще и драматургически, и стилистически. То есть во всем многообразии, чтобы это проявилось, и вот оно состоялось. Владимир Николаевич, ну, время нашей программы заканчивается. Мы поздравляем вас с юбилеем. Я желаю, чтобы концерт, который состоится 30 октября на сцене Гродненского областного драматического театра, прошел на ура, и чтобы в будущем все ваши планы, творческие, личные, обязательно осуществилось. Спасибо. Будем стараться. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, я обращаюсь. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!